Здравствуйте, Клара Мексатовна. Я все две недели в ожидании, когда вы вернетесь из лагеря и расскажете, как и чего у вас там было. Вот. При этом я не имею каких-то таких феерических ожиданий, каких-то результатов, а просто как получилось, так получилось. Это вот. Я рада, что у вас нет ожиданий. Ну, чтобы не было такого напряжения, что вот Громыка ожидает что-то такого вот такого, а его нету и что-то, да? И эта сфера, да. Действительно, это расслабляешь. Вот. Ну что, а что я могу сказать? Это же, ну, лагерь у нас история ежегодная. И о том, чтобы провести там что-то, мероприятия по парам взаимодействия, они пришли уже вот прямо накануне лагеря. Ну да. Вот. И я понимала, что, возможно, не получится так, как я планировала, потому что, кроме, ну, много задач у меня было. Я же еще организатор. Ну да. Вот. И у меня внимание много, но была решимость, хоть в каком-то виде, хоть как-то, все-таки прожить этот формат парно-взаимодействия. Ну и вот, если говорить про вот эту задачу, она реализована. Наш лагерь самоорганизации, и там каждый предлагает, что-то свое организует. Когда я первый раз предложила, пришли в предназначенное время только члены моей семьи. Это трое моих детей. Нормально. Соответственно, я была четвертой. Я была, но зато я была впервые в роли участника. Подождите, а это самое, вот поскольку мы же втроем здесь разговариваем, третий наш участник, он не знает, члены вашей семьи, какого возраста. Вы назовете возраст каждого? Да. Миндейсин 27, 29 и 30. 27, 29 и 30. То есть взрослые люди. Да. Ну, они тоже являются организаторами нашего лагеря. Ну, это было интересно, неожиданно для меня. Ну, например, одна из неожиданностей. Когда я сыну, ну, одному из сыновей, у меня два сына и дочка. Одному из сыновей показала то, что, то, чему меня научила водительница такой группы здоровья, скажем так, ну, там, положение лопаток и ходьбе. Он это воспринял. А когда мы поменялись местами, говорит, я смотрю, ты как спонтанно придумала то, чему меня научит. Говорит, а не хотел бы ты поучиться водить машину? Говорит. Говорит. Машина стояла во дворе, рядышком. Я такая чувствую, у меня телесный отклик такой. Хочу. Это было настолько неожиданно, потому что я никогда вообще в мыслях не держала вот эту идею научиться водить. Это был сюрприз. В общем, я согласилась, мы пошли. И он вот там за минут пять, ну, на самом деле, больше чуть-чуть, но за короткое время мне какие-то азы начали подавать по устройству машины. Кто для чего. Вот. Я чувствую интерес. Я повторила, он был тоже очень доволен. Он сам любит водить, и передавать это было для него, ну, чувствовалось, что было в удовольствии. Вот. Последствия этого взаимодействия в паре, это то, что еще раза два-три за время лагеря, мы, ну, мы вот так ненадолго садились в машину, и я там еще что-то, ну, чему-то училась. Вот. Вопрос у меня такой. Вот вы пошли с ним пробовать. Это два других чего делали? Они тоже, ну, это, получается, брать с сестрой, они тоже друг другу, значит, сын передавал дочке свое новое знание про то, как природосообразно ходить, то есть как ставить стопу для того, чтобы это было. То есть это он передал то, что от вас получилось? Нет, нет, нет. Это он сам это изучал в последнее время, и я передавала про положение плеч и лопаток. Ага. Другому слову. А он мне передал про походку, про положение стопы во время ходьбы. А дочь передала ему, по-моему, какое-то было дыхание, которое она осваивала в последнее время. Вот в положение лежа. Единственное, что в этом опыте я не делала без печёта. Вот. И мы не поменялись парами. Ну, это был такой кратковременный опыт. И мы повзаимодействовали в одной паре. А кто и в другую сторону. То есть, смотрите, вот пары позавлялись, а потом поменялись партнёрами. Партнёрами в этот раз мы не менялись. Не менялись. То есть всего один катак был. Понятно. Через пару дней. Но я поняла, что я как-то у меня не хватало, в общем, я уже сказала, ни силы, ни внимания для того, чтобы всё-таки проводить это методично, как я планировала, пять дней. Уже в предпоследний день я поняла, что точно я хочу с большим количеством людей, чтобы там были дети и какой-то опыт всё-таки прожить. Я сделала таким образом. После обеда сложила. После обеда, когда все собрались за столом, я предлагала, и нашлись желающие. Эта человека, наверное, в результате поучаствовала в этом. Среди них трое детей и остальные взрослые. Вот здесь я уже делала лист учёта, которым они отмечались. Здесь не было, я попробовала именно не регламентировать прям очень строго время взаимодействия в паре. Поэтому они в одну сторону, ну, просто говорилось, что нужно чему-то простому научить. Можно за короткое время. И они в одну сторону взаимодействовали, в другую. И потом они подходили к листу учёта и отмечались. Ну, довольно интересные были предложения. Про что? То есть вот сам контент был интересный? Ну, да, да. То есть там один подросток пил гитаре, там, кого-то аккордом научил. Другого своего партнёра научил, там, ну, учил какой-то песни, которая интересовала партнёра. Один, другой участник учил на барабане. У него есть такой барабан. Учил на барабане играть. А скажите, пожалуйста, вот вы вот эти передачи, именно содержание того, что они передавали друг другу, вы в листок учёта внесли? Да, да. Я внесла имена и вот это содержание, вот эти кванты. А где листок учёта? Можно его увидеть? Я не сфотографировала. Ну, я могу попробовать восстановить и всё-таки сделать его. Подождите, а бумажка что, в костёр бросили, что ли? Я не понял. Ну, вот не сохранила я этот листок. Вот, да, понятно. То есть именно мы не понимаем, что в нашей жизни ценно. Вот. Ну, ладно. Ну, так устроен человек. Ладно. Жар, конечно. А то мы сейчас взяли и зачитали все эти, кто кому чего передавал. Вот гитара, я понял, замечательно. Какая ещё какие... Я могу ещё назвать? Давайте. Девочка восьмилетняя учила плести фенечку. Это из ниток такая, такой бросочек. Ещё одна взрослая женщина учила танцевальному движению. Мужчина учил взаимодействие в паре во время танца. Ну, вот, я была с ним в паре. Это было танго. Такие азы он мне передал. Ну, настолько мне это понравилось, что мне захотелось пойти на танго. Да, это мой любимый танец. Можно я скажу? Значит, вот где-то, наверное, с седьмого года по девятнадцатый, то есть это сколько, двенадцать лет подряд я ходил здесь у нас в Германии в группу круглогодично танцевальных танцев. И мы там танцевали и Латину, и Европу. Вот, может, это круглый год. Раз в неделю, два часа. Вот, и вот у меня есть пара любимых танцев. Я, конечно, обожаю венский вальс, но среди партнеров не было ни одной женщины способной это делать. Ну, просто не было. Потому что он очень быстрый танец. Ну, ладно, это вот мои такие отклики возникают. Продолжайте. Неожиданно, да, я про вас этого не знала. Интересно. Да. Один, ну вот, сын, младший, учил. Там интересно получилось, что одно взаимодействие получилось таким. Вот мой сын начал учить одного подростка собирать кубик рубика, а тут подтянулись еще двое и внимательно смотрели. Кстати, у меня есть фотографии вот этих парных пар. Я могу их консультировать. Прошлите, пожалуйста. Вот. Одна женщина учила медитации с щетками. Я не знаю, слово медитации, что дальше? С щетками, с щетками. С щетками. С щетками. С щетками. С щетки. А, щетки. А я слышу щетки. Они под рукой оказались. А я услышал щетки, думаю, что за щетки. Один мальчик, четырехлетний, участвовал. Ну, он так, конечно, поучаствовал. Он получил одного участника и слился. Все равно это было участие. Сказал, я буду тебя учить изобретать. Что-то он там показывал с листком бумаги. Как он изобретает что-то. Все равно классно. Четырехлетний. Это очень здоровский пример. Значит, да. Четырехлетний. Может кого-то чему-то учить от себя лично. Здорово. Одна женщина учила настольные игры. Которые она с собой принесла. Вот. Ну, вот, пожалуй, это то, что я сейчас вспомнила. Это не все. А можно я расскажу про игры «Байка»? Моя любимая байка. Как же ты готова? А? Можно? Да, конечно. Вот. Значит, я с детства в разные игры всякие умею играть. Ну, и в том числе в различные виды игры в карты. Вот. Ну, и в шахматы там и так далее. Потом я научился там во всякие висты играть. Ну, в конференции, в покер там. Всяких разных видов. И во всякие другие, очень много игр всяких. Вот. Ну, и всякие такие игры, которые во дворе играют. Все это вот очень много было всего. Вот. И мне однажды папа мой сказал, что самая лучшая игра – это та, в которой все зависит от игрока, и ничего не зависит от случайного прихода тех или иных фишек, или карт, или еще чего-то. И в этом смысле у меня сейчас есть единственная игра в карты, где сто процентов зависит только от игрока, а от того, какая карта, ничего не зависит. Вот. И я теперь, если в карты кто-то предлагает играть, я играю только в эту игру. Вот. А второе следствие этого было – я задумывался о шахматах. Вот. В которых, на мой взгляд, от игрока вообще ничего не зависит. И я думал в эту сторону долго. А потом в моей жизни здесь, в Германии, пришел к нам очень пожилой человек и привел своего сына, которого было тогда 52 года, и он был международный гроссмейстер по шахматам. И он вообще дома не жил, он все время мотался по каким-то Лондонам, Парижам, там еще куда-то. То есть практически все время был на турнирах. Я ему говорю, Володя, скажите, пожалуйста, вот у меня есть такая идея фикс, что шахматы – это, в принципе, ничейная игра. Если… Он говорит, как так? Я говорю, ну вот, смотрите, вот если бы с вами был равноценный вам партнер, а у вас была бы задача свести игру в ничью, вы всегда можете это сделать? Он, совершенно не задумываясь, уверенно сказал «да». Потом еще немножко подумал «да», говорит, «всегда». Вот. То есть, смотрите, выиграть невозможно, если партнер хочет сделать ничью. Понятно? То есть все. И для меня шахматы стали ноль. Вот. С тех пор. Это давно очень было. Лет 15-20 там. Да больше даже. В нулевых в начале это было. Вот. Например, так. Ну ладно, извините, я все же увлекся. Но в играх есть очень много философии, много чего есть. И, конечно, это очень классно. Да, там вот есть там нарды всякие. Когда любой папа вообще невообразимо играл в нарды. Он на Кавказе не знал поражений. То есть вот этих аксакалов, которые там, ну, можно сказать, с пеленок играют в нарды, он всегда выигрывал. Они поражались просто вот. Да, он им написал на азербайджанском языке. Представляете? Инструкцию, как играть в нарды. Они все попадали. Потому что они, ну, знали правила, но никогда не представляли себе, как они выглядят. А там очень много всяких подробностей. Вот это он подарил, этот лист, где было напечатано, значит, как играть в нарды. Они его так уважали, это вообще. Ну ладно, я что-то увлекся. Ладно, и вот, значит, это второй раз был, когда было 14 человек у вас. И я никого не торопила. И как-то вот сколько, даже не засекла, честно, наверное, час. Сейчас мы про взаимодействовали. Нет, я засекала, да. Ну да, около часа мы взаимодействовали. Соответственно, пары менялись. Но не все со всеми встретились. Или встретились. По прошествии часа я попросила рассказать о своих впечатлениях участников. И записала на диктофон. Какая жалость. А что я на видео? Ну ладно. Таща. Да, да. По крайней мере, на диктофон. Вот. И, ну, впечатления такие позитивные. Наверное, кроме одной участницы, которая, в общем, не очень хотела участвовать. Но, ну, как бы, ну, восприняла это как будто надо. Вот. И вот этот момент повлиял, я думаю. Ну и что она сказала? Какие у нее впечатления? Вот это вот ее, то, что как будто надо. Ну, она была не очень хорошим впечатлением физическим. Вот она себя как будто заставила этим заниматься. И утомилась. Что больше. Я вот это понимаю. Надо вот переслушать запись. Может быть, ее набрать? Я вот думаю, какие надо не предоставить. Только не сильно запрятняйтесь. Себя не грузите этой дополнительной работой, пожалуйста. Ладно? Вот. И толку не сильно много от нее. Потому что важно, чтобы вот эти... Ведь смотрите, когда... Вы как это делали? Впечатления в кругу были, да? Другие тоже слышали, что говорили люди, да? Да. Вот это имеет самую важную ценность. Послушать что-то как у другого впечатления. И они имеют ценность вот здесь и сейчас. А потом уже там как-то оно... Протухшие консервы какие-то вот. В общем... И большинству понравилось. Так что это было необычно для них. Они как-то с новой стороны узнавали своих партнеров. Ну, они знакомые люди. Ну, вот это очень интересно. Это всегда бывает. Вот вы сейчас мне сказали, что вы не знали о том, что я там танцами занимаюсь, да? Вот. Да. Потом они увидели такой ресурс, что, оказывается, за короткое время можно чему-то мальчиться. И очень много можно оправдывал. А потом отметили такую вещь, что когда есть такое ограничение во времени, то тогда есть необходимость как-то более четко формулировать то, чему хочешь научить другого. Это как-то собирает. Да-да. Энергию как-то. Голова начинает работать более... Тут работает вот этот эффект. Объяснял, объяснял и сам понял. Вот этот эффект. Да-да-да. И с каждым партнером все более четко начинает объяснять, все более понятно для другого. Что еще? Ну, эмоциональные какие-то были открытия. Хорошо. А еще один раз был? Вы сказали, вы в последний день это сделали. Нет, в последний день уже не было. Все-таки вот это ограничивается вот этим моими, ну, в лагере двумя опытами. Понятно. Понятно. Ну, а как вообще на теперь, на время после уже этого вашего лагеря, какие-то появились люди, которые хотят с вами взаимодействовать в эту сторону? Ну, кто-то из них уже был на моих встречах в городе. Ну, это понятно, что они еще и до этого были, и там, и теперь, видимо, есть какая-то надежда, что и продолжится. А вот из тех, кто только там был, они как-то там, человек как-то есть наметки на то, что они примкнут? Ну, это нужно узнавать, ну, конкретно предлагать и уже смотреть, что будет оттуда. Ну, то есть какого-то явного проявления пока нет. Ясно. Я не спрашиваю об этом. Ну, да. Ну, не могу сказать. Ну, вот. Ну, и вот тогда еще какой вопрос к вам? Ну, а теперь какие планы по воспитанию через взаимное... Кстати, мне тут подсунули словечко вместо взаимное обучение, взаимное образование. Мне как-то не очень ложится на язык. Вот. Ну, человек объясняет, что мы же образы передаем. Типа, да? Вот. А не обучаем. Вот. Такой важный такой философский такой посыл. Вот. Ну, не важно. Короче, вот в этом воспитании через взаимное обучение, какие у вас планы дальше, что делать. Есть какие-то планы? Ну, можно попробовать продолжить. Раз в неделю в городе. Ну, смотрите. Ну, ладно, давайте говорим. Новое было в том, что присоединились дети. Не пробовала в такой группе, где есть дети. Были только взрослые. Это эти два раза, которые я проводила в городе. И сейчас как-то больше у меня решилось соглашать взрослых и детей. Ну, в общем, у вас некоторое внутреннее движение свое собственное, да? Что дети это нормально, дети это можно никогда. В этом смысле, да? Да. Вот. Ну, я поделюсь с вами вот чем. За эти две недели, что мы с вами не виделись. Значит, у меня совершенно в полный рост стал вопрос, как вести группу по математике и физике онлайн, а по сравнению с оффлайном это ой, не знаю даже во сколько раз сложнее. Вот. Потому что тут еще эти инструменты и невозможность того, невозможность всего, того, что можно было в оффлайне делать. Вот. И я все время мучился, как же мне это все вести. Вот. При том, что у меня еще личное ограничение из-за зрения, что я не могу очень быстро все эти кнопочки находить, что-то там нажимать куда надо и так далее. Я пришел к выводу, ну, можно сказать, благодаря еще и вот этим ограничениям, да? Как говорится, жизнь прижала и пришлось исхитриться. И вот я уже два раза проговорил, вам сейчас проговариваю третьему человеку, что я придумал. Значит, вот ко мне приходят незнакомые совершенно люди, да? Ну, там у нас есть там от семи до четыреста, по-моему, первая группа, да? Лет. Вот. И, соответственно, они учатся в разных классах, да? У них разные знания, разброс вот октябрный, да? Одно дело, когда к репетитору приходит один ученик, ну, я там за десять минут уже понимаю, что ему я сегодня дам, чтобы человеком понять, и вообще надо десяток занятий провести с ним. А вот так, что сегодня ему дать, я понимаю быстро. нахожу это и сразу начинаю давать. А тут вот такой разброс, что делать? Вот. Я придумал. Вот. Я говорю, ребята, а вот кто чего хотел бы узнать? Да? Вот. Из какой области? Ну, я не сильно о них хорошо думаю, я думаю о них очень плохо. Вот. Ну, об их способностях, о том, что они могут что-то сказать, чего они хотят узнать, все это у меня очень отрицательно про них. Вот. И все равно я надеюсь, что кто-то что-то скажет. Но если не скажет, тогда у меня заготовочка, я скажу, ну, вот такой пример, кто может решить? Да? Вот. Короче, я появляю человека, который что-то хочет. Вот. И говорю, так, Маша, хорошо, давай. Я тебе сейчас объясню это. А вы, ребята, да, ты, Маша, тетрадку у тебя там наготове, да, все. Да, Маша мне должна, у нас такое условие, что там принимают участие те, кто уже умеет пользоваться пейнтом. Вот. Вот вы, Клара Детхановна, умеете в пейнте написать, нарисовать. значит, вот вы не годитесь мне вот туда в группу. Вот. А тут надо же еще открыть экран свой показать мне. То есть, вот, если бы сейчас нажать на кнопочку открыть экран, открыть у вас на компьютере пейнт, и в нем я буду говорить, нарисуйте окружность. Да? Так вот, ученик будет вот так делать на экране. и все будут видеть. Я буду видеть, и остальные вот будут видеть. Вот. Поэтому Маша будет рисовать вот так, писать и рисовать, а остальные будут на бумажке себе копировать все это дело. Потому что им сказано, что тетрадку и ручку с собой. Понятно, да? Вот. И я ей объясняю, я так себе такую установку дал, что я буду объяснять что-то очень маленькое, давно Маша, давно известное, да? Просто она подзабыла немножко, и это, и очень коротко. Вот. Да. Ну, например, вот я вам сейчас скажу так на вскидку пример. Как к пяти прибавить два? Можете вы рассказать? Как вот вы прибавляете к пяти два? Кларенка, а там? Никак. Ответ сразу, правда? Да. Сразу ответ появляется. Ну, я обычно детям говорю там, как ты к трем прибавляешь два? Еще меньше даю число, да? И вы знаете, мне один мальчик, я сейчас говорю, точно не вспомню, лет, наверное, шести, он мне спокойно объяснил. Я к трюм прибавляю один, получаю четыре, потому что два состоит из один и еще один. Потом еще один прибавляю, получаю пять. Я говорю, хорошо, отлично, а давай, а как ты прибавишь к семи пять? Семь плюс пять, как ты бы считал? Вот спокойно отвечает. Я возьму из пятерки тройку, прибавлю к семерке, получу десять. Потом оставшиеся два еще прибавлют. Понятно, да? Собственно говоря, я думаю, что большинство людей, скорее всего, все люди так делают. Вот. Ну вот. Вот такие вещи, я скажу. То есть число можно делить на кусочки и этими кусочками оперируют. В этом идее. И вот она это все. Я говорю, так, Маша, теперь объясни, это Коля. Или там спрошу, ребята, кто хочет, чтобы Маша ему объяснила, да? То есть, дальше-то ведь как предусматривается, что мы включаем отдельную комнату, куда Маша с Колей уходят от нас, и там они что-то делают, мы не видим. То есть, я как наставник, я могу туда зайти посмотреть, что они делают, остальные не могут. То есть, они там в куларе где-то как-то что-то передают, да? Вот. Я от этой возможности пока временно отказался. Говорю, не буду так делать, я буду делать все вот публично. Прямо, прямо вот. На полном, на виду у всех. Вот. И я говорю, ну давай, Маша, теперь Коля расскажи это же самое. И она должна что сделать? Она должна сказать, Коля, открой пейнт, правда, покажи свой экстракт, верно? И вот я буду Машу растолковывать, как ей быть теперь учителем. Понятно, да? Как это передать? Технику передачи. Вот. Потому что они же это не умеют по определению. Им никогда в жизни такое. Давайте. Григорий Олегович, минутку. То есть, она, они не уходят в отдельную комнату, а Маша передает третье, а все это видят, да? Да, и слушают. Еще раз. Вот как мы, когда вы рассказывали сейчас нам вот о том, что человек рассказывает, когда следующий, мой это же самое рассказывает, он как-то это совершенствует, да? Рассказ свой, какие-то новые, может быть, грани там добавляет, или что-то, наоборот, упрощает. И у него свой рассказ становится такой уже очень качественный, да? При повторении. Поэтому остальные, которые я предполагаю, они более пассивные, вот они это все выслушивают. Я говорю, ребята, а вы это смотрите в свои тетрадки, корректируйте, если что-то не так зарисовали, Маша сейчас будет рассказывать, а у нее же она другие слова употребляет. Вы давайте, чтобы у вас там все правильно было, да? Вот. Ну вот, и Маша рассказывает, Коле, мы все это слушаем, а я поправляю, если что-то Маша там как-то затрудняет, тогда я ей помогаю. Вот. Детям тоже скажу, ребята, а если вы увидите, что Маша, я могу даже сам говорить, я говорю, подождите, тут Маша затрудняется, кто ей может помочь? Понятно, да? То есть, на первом этапе я вообще их учу элементарному вот этому взаимодействию по элементам. Понятно? Вот и все. И так я буду делать долго-долго. Я думаю, вот как там у нас сказано, что у нас блок по четыре занятия в месяц, два месяца, восемь занятий, да? Вот все восемь занятий будет вот так. Понятно? А как вот быть с тем, что вы же сказали, что там дети разного уровня? Ну да, вот смотрите, а потом я выясняю, ну теперь вот с этим поработали, у нас же полтора часа времени, да? Я говорю, так, а кто еще хочет что-нибудь? А дело в том, что во время такой работы человек разогревается, естественно, да? Ну я их могу и в течение этого предыдущего куска говорить, а вы давайте думайте, что вы хотите узнавать. Сейчас у вас есть шанс. Понятно, да? Вот. И когда человек говорит, а я хочу вот это, я спрашиваю всех, ребята, а кто может это объяснить, как это делать? Вот там Петя спрашивает, а кто может ему объяснить это? Ну и если ответ будет, что никто не может, это один вариант, тогда я буду объяснять. Если кто-то может, он будет объяснять, а я буду его корректировать и всех попрошу корректировать, как это делать. Понятно, да? И вот это вот, вот, да. Ну а тут Валерий Павлович, известный вам, конечно, хорошо Валерий Павлович, он мне говорит, вообще-то, если человек кого-то научил, он должен получать денежку. Понятно, да? То есть, мы будем, можем ввести какие-то внутренние деньги и сказать, а вот давайте вот сейчас, Маша научила Колю, сколько мы ей внутренних наших тугриков ей за это сейчас дадим. Да? Вот. Ну и дальше, понимаете, куда это ведет, да? Вот. Очень, очень далеко куда ведет. Вот. А потом уже настоящие деньги. А Валерий Павлович говорит, а если человек квант приготовил сам и принес его в работу, то, соответственно, он же сделал продукт такого, которого у нас не было. Он должен получить оплату. Ну, Валерий Павлович мне сказал, вот как в Советском Союзе раз предложение подал, 50 рублей получи. Да? Вот. Но я помню, я 10 рублей получал. Вот. За такие вещи, которые стоят, ну, не знаю, ну, если не миллионы, то около. Понятно, да? Потому что я просто там подавал предложение, мне оно стоило, просто я придумал. Вот. Ну, ладно. Вот. Да. И вот в таком духе я собираюсь работать. Вот скажите, пожалуйста, Клара Мехатовна, а вы вот из того, что я тут сейчас так цветастой забросил весь этот театр, вы себе что-то можете взять в вашу работу, которую вы будете делать на следующей неделе? Или даже в это воскресенье, может быть? Что-нибудь вы себе приглядели, присмотрели? Ну, я поняла, что есть как вариант онлайн работы? Может быть? Нет, я сейчас говорю про вашу оффлайн работу. В оффлайне можно что-то из этого взять? Оффлайн. Когда получается, что люди не в парах работают? Да, не в парах. То есть, смотрите, откуда я вот это, это же я не сам приду, как всегда. Вот, я научил учительницу немецкую, как объяснять, как работать в парах. Я вам рассказывал, по-моему, она выходит в доске, пишет пример вызывать ученика, ученик пишет ответ, да, потом она еще пишет один пример, ученик тоже пишет ответ, она говорит, ну, давай, теперь ты напиши пример, я буду писать ответ, а потом вместо себя вызывает еще одного ученика. Фактически я вот скопировал это, правда? Только я применил к ситуации по-другому немножко, а так, в принципе, схема вот эта. Вот, и я всем рекомендую алгоритмы работы в парах, которые вы хотите довести до учеников, ничего не рассказывать. Вот, не работает рассказ, показ работает. Вот, а дальше ученика... это для демонстрации хорошо. Да, вот, покажите, и все, и люди не дураки, они скопируют тут же вот, все молча. Вот, а дальше ученика говорит, ну, а теперь давайте в парах понеслась, да? Вот. А потом хлопает в ладоши три раза и говорит, ну, а теперь давайте вы придумывайте более сложные примеры. Они там просто простые порешали, и у них там такое соревнование начинается, мама не горюй. Я был свидетелем в самом виде. Да, вот такая штука, да. Ну, так что, чего возьмете? Вот, можно взять начало встречи в качестве демонстрации вот эту форму. Как вы говорите, мне не объяснять, а потом. Да, и, кстати, вы можете заранее договориться с кем-то из участников, которые уже дали согласие, что они в этот раз придут, что они готовятся, и вы им говорите, вот ты будешь объяснять для других. Ну, как Валерий Павлович меня научил, он сказал, что максимально надо вынести за пределы занятия ту работу, которую можно кому-то поручить, и пускай они сделают ее до занятия. Вот это, я вам сейчас по этому принципу и рассказываю. Мы сегодня с Васяниным обсуждали, как там будут инструменты у нас для онлайн работы, он сейчас программирует их. Вот, и там мы максимально вынесли, например, вот эта способность и умение работать в пейнте, мы на входе спрашиваем, ты умеешь в пейнте? Поставь галочку. Понятно, да? Вот. То есть, это до занятия происходит. Но там и другие вопросы, сейчас не буду я на них сваливаться. Вот. И вы договаривайтесь с какой-то мамой о каком-то сюжете, она готовится, да? И все, и мы пришли, и на кнопку нажали, и процесс пошел. Понятно? А вы в это время думаете, а какой следующий шаг? А что мне теперь делать? Понятно, да? Пока там эти пять или десять минут там это происходит. Вот и все. А дальше, ну, естественно, остальные тоже должны прийти, как мы с вами раньше говорили, что-то в клювики принести, да? Вот. А, кстати сказать, вот этот эффект очень важный, до которого я догадался, что Маша, получив от меня, она тут же передает. И тогда все видят коэффициент полезного действия передачи от Маши. Или флексируют. Что-то Григорий Олегович рассказал, во, а от Маши попадает две кроки, две копейки, понимаете? И кладут это на себя, передоз происходит. Поэтому вот вы, да? А это понятно, да? Вот это присутствие. Вот это место я не поняла. То есть, что значит две копейки получается? То есть, Маша хуже объясняет, чем вы? Конечно. Да, конечно. А она бегает. А передоз? Когда вы говорите передоз, я не поняла. То есть, передоз? Нет, я такого не говорил. Перенос. А, перенос? Они переносят это на себя. То есть, они видят, что Маша плоховато делает. А как я, а как я буду передавать? А вот, а я-то могу хоть чуть-чуть лучше Маши, да? И вот это вот, это вот, 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 вот. Он же сидит, другие-то сидят, они ничего не делают. Потому что они уже все нарисовали, пока я объяснял, а теперь у них все внимание на то, что Маша делает. То есть, фактически, это такой непрерывный театр. Остальные все зрители, понимаете? Они смотрят на этот спектакль, потому что он в натуре вот сейчас происходит совершенно неподдельно. Вот. И спектакль, это в больших кавычках, это настоящая реальная жизнь. Вот. Так что вот. И я, мой опыт говорит, человек научился говорить на математическом, на физическом языке. Там же куча новых слов, понимаете? Там надо говорить инерция, надо говорить отрезок, да? Понимаете? Надо говорить прямая линия, да? Вот эти слова, они же не умеют говорить. Вот. И я буду показывать, где какой словарь, и все такое. Вот сейчас уже с облегчением вздохнул, я теперь не боюсь первой встречи с моими будущими курсантами, да? А то я боялся, прям не знал, что делать. Комнатами я не умею пользоваться, потом у нас сервисом тоже ничего не понятно, да? Там в одном сервисе комнаты есть, но там еще чего-то нет. Понятно, да? Вот. В общем, все как-то хило, липкое вообще. Вот. Да. То, что вы нашли способы. Говорите? Вы нашли способ переменения в этих условиях. я люблю такое щи из топора. Вот. Да. Да. Ну вот. Давайте обсудим все-таки, что можно сделать за июль-август. Вам лично, вот как. так. значит, давайте так, сразу, я хочу психологическую часть этого вопроса высветить, что я вас никуда не пихаю. если вы скажете, Григорий Ильич, я до первой сентября вообще хочу отдыхать. Много проблем. Понимаете, да? Вот это вот. Ладно? Вы себе сами свободны чего хотите. Я, конечно, мечтаю, что что-то пойдет вот оно вот. А вы как хотите. Спасибо же. Вот. Да. Сейчас мне точно нужно немножко отдохнуть. А, ну да. Ладно. Это вот работа. Может быть, к следующему четвергу у меня же по четвергам были встречи. Ну да. Я буду готова к сентябре. Вот. Ну, я бы сказал так. Вам надо отходить от того, что ваши родственники участвуют, дети участвуют, муж участвует. От этого надо отходить. Решительно. Вот. Потому что это костыли, которые ничего хорошего не дают. Вот. Я с ним уже чувствую себя более уверенно. такой интерес, а как это вот надежно и знакомо будет. Вот. Ну, что еще бы я с вами обсудил сейчас? Это, может быть, вот эту изначальную шиоту охвата, учите, чему хотите, да? Может быть, ее силы вашего собственного решения сказать, а вот давайте начнем вот не со всего, чего попало, давайте вместе посоветуемся и сузим наш спектр. Вот. Вплоть до того, что что-нибудь одно очень маленькое. Сосредоточимся и там наработаем десяточек квантов. Понимаете мою идею, да? Угу. Ну, вот. Вот, да, в скидку скажите, пожалуйста, куда бы ваша душа вас повела? Куда бы заузить все это? Вы хотели бы, как бы это называлось бы? Да, такое. Тогда я попробую вам помочь. Вот мы с Васядином обсуждали вот эти инструменты для онлайна, да? А они для оффлайна тоже будут обязательно использоваться. Вот в каком смысле. Значит, вопрос стоит создания базы квантов. И пришли к выводу, что когда люди описывают квант, его же надо как-то в каталог внести, правда? И это такая открытая задача, потому что ну всяких каталогов мы знаем разные виды этих каталогов, в частности всем хорошо известен библиотечный каталог, да? Все эти УДК там, да? И так далее. Вот. И там вообще очень большая штуковина. А мы пришли к выводу, что автор кванта называет предмет. Это одно поле. Можете вы себе записать на бумажку? Я подожду, когда вы найдете бумажку. Ладно, пропустим. Я вижу, что это трудно, давайте не будем, ладно? Там не сильно много. Значит, тем более я вам могу в скайпе написать эти слова отдельно. предмет. Дальше название кванта. Дальше. Нет, главная суть кванта. Вот мы так это назвали. Раньше мы называли это поле названия кванта. А я сказал, нет, название кванта это как бы не концентрирует человека думать. Я говорю, давайте назовем это главная суть кванта. Это второе поле. Третье поле ключевые слова. То есть просто набор слов. И четвертое поле произвольный комментарий к кванту. Что хочет, то и пишет. Понятно, да? И Васядин гарантирует, что если вот эта информация будет, то всегда квант будет легко найти. Сколько бы их ни ни было. Миллион сколько хотите. Понятно, да? Вот. Мы смотрели с двух точек зрения, чтобы я смотрел со своей точки зрения, чтобы у людей появлялась квалификация в назывании, да? А это очень важно, потому что при этом создается у человека личная структура его личной картины мира, да? Вот. А Васядин смотрел с точки зрения, насколько сложно это запрограммировать, сколько это трудоемно. Вот он все время говорит, это три рабочих дня, это месяц, это год. Сразу. Я говорю, ну год пойдет, месяц не пойдет. Три дня тоже это слишком много. Давайте еще что-то упростим. Вот мы с ним баланс такой находим. Вот. Поэтому вот эти четыре поля про квант надо записать. Соответственно, я почему сейчас эту тему вот так детально вам изложил, что первое же поле предмет, вот я и прошу вас назвать, какому предмету душа у вас лежит. Вот. На пять дней. Вы имеете ввиду предмет школьный, учебный или нет? Вот. Смотрите, когда нам говорят школьный предмет, нам думать не приходится. У нас список вот такие да-да? потому что мы все там купались давно, все знаем. Вот. А я говорю, а если это не школьная тематика, тогда как ваш предмет называется? Присвуйте имя. Понятно? Вот у меня, например, есть такие имена. Это сертификат на создание семьи. Понятно? Такой предмет. Называется даже не предмет семейное дело или еще что-то, а вот в идиотской формулировке предмет так не называют. Сертификат. Но смысл понятия, правда? Все, что касается сертификата, вот, значит, да. Можно назвать предмет семьянин. мне это не нравится, потому что это для мужчины, а для женщины как это называется, да? Вот. А вот когда я говорю сертификат, ну давайте, вы меня перебивайте в любом месте. Ну, то есть это какие-то азы семейной жизни? Понимаете, азы меня не интересуют, они ничего не дают. Человек может все знать. А что подразумевается? Подразумевается под сертификацией? Очень простая вещь. Навыки. Навыки только сказать просто. А их надо, во-первых, сделать, а во-вторых, проверить. Что еще сложнее, чем сделать? Понятно, да? Вот. Одно держало. Можешь ты поднять 16-килограммовую гирю, проверить это легко. Но это примитивная вещь. А как проверить твою честность, верность? Да? У-у-у, говорю я, это с гирей несравнимо. А мы же, когда будем сертификат выдавать, а я нисколько не шучу, народный лицей будет выдавать сертификат вот такой. Это не шутки у меня, не мечты какие-то. Такой предмет будет семьянин. Понятно? И когда я выдаю сертификат, я каким-то образом должен, прежде чем его выдать, убедиться, что он верный человек. Понятно? от него измены не будет. Понятно, да? Я иначе не выдам. А теперь какой вопрос? А какой срок получения сертификата? Срок подготовки, я имею в виду. Как вы считаете? Время подготовки, сколько надо? Ну, такие у меня задачки. Простенькие. Ну, назовите, сколько надо времени, чтобы подготовить человека на семей. Я же с потолка буду брать. Да, конечно, мне надо, чтобы вы взяли с вашего потолка. Ну, вот год, например. Ну, хорошо. А теперь я возьму с моего потолка. 15-20 лет. То есть, человек, чтобы получить сертификат, должен сразу сделать вдох-выдох и прийти к нам в народный лицей на вот этот срок. И после него, у него есть шанс, еще не гарантированно, потому что я не знаю, какие он усилия приложил, получить такой сертификат. Соответственно, прийти он должен лет, когда ему 5 примерно, а через 20 лет ему будет 25. Вот такой, примерно, расклад. год, это номер экспресс. Все что? Год, это экспресс-курс. Это вообще профанация больше ничего. Вы так себя нежно называли экспресс-курс. А я называю профанация. Не серьезно это. Но, смотрите, мы можем уже, как это говорится, курс молодого бойца, чтобы стать генералом, можно разбить на какие-то куски и сказать, за год мы вот такой, такой навык дадим. И мы его будем гарантировать. Потому что у человека точно есть. А дальше стоит тогда вопрос. А список пожалуйста в студию всех навыков. Чувствуете, какой я коварный коварный фанатов. Мне могли бы завтра к вечеру такой список передать. Но вы же специалист в этом деле. Или я плохо понимаю вашу специальность. Ну, падла я такая. Жадная, ленивая и наглая. Вот. с вашего потолка возьмите и список составьте какой-нибудь. Понятно, что он не может быть полным, но это будет какая-то сотравка, и мы вместе коллективненько подумаем и там еще что-нибудь добавим. навыков необходимы для силы и жизни. Да, конечно. И нужно еще составлять этот список не от фонаря фантазировать, а есть некоторые ограничения. Если вы хоть чуть-чуть ощущаете, что этот навык, вы в состоянии спроектировать процесс получения этого навыка, хоть какое-то ощущение есть, что это можно сделать, не надо пока еще знать, как точно это сделать, а просто есть ощущение, то список можно вносить. Если вы не можете себе честно сказать, что это можно с такой навык сделать, список лучше его не вносить. Мне так кажется. Может я неправильно ставлю это ограничение. Может быть. Давайте отвернем задачу. Это интересная задача. Вот, а смотрите. Но я ведь от фонаря назвал, что у меня такое близкое предмет. Сейчас говорим с вами о предметах, Вот. Из которых надо назвать предмет, потом квант, потом ключевые слова. Вот каждый квант из любого предмета, нашего предмета, лицейского, не школьного. Он будет вот так устроен. Значит, соответственно, кроме сертификата семенина, есть еще другие предметы у нас в лицее, которых в школе нет. Можете вы какие-то еще предметы назвать для нашего лицея, которых в школе нет. А в жизни они вот так тоже. Что-то связано с здоровьем. Вот, да, предмет называется здоровье. Список квантов в студии. Понятно, да? вот, вот, то есть, смотрите, можно выдавать сертификат. Человек точно умеет управлять своим здоровьем. Распоряжаться им, я не знаю, еще какое-то другое слово. Понятно, да? Вот, или лучше сказать улучшать. Мне вот нравится слово улучшать, вот почему. Потому что вот этот счастливцев, он говорит, он это землетворением занимается. Вот, он говорит, земледелец, его главная забота не вырожай, а чтобы собравший вырожай, он точно знал, что теперь земля более плодородна, чем до того, как он вырожай вырастил. Вот задачка какая-то. Чтобы после каждого сбора вырожая земля становилась более плодородной. У нас точно так же. Каждый день прожитый должен человеку давать здоровье больше, чем вчера. Все. Вот такой предмет. Так, здоровье, значит, связи как семьянина, здоровье, еще. О, строительство дома. Ага, своего дома строительства. Ну, да, можно, да. Можно сказать, семейное гнездо. Я бы так назвал. Потому что дом это как-то слишком кургуза. Много чего туда не попадает. А вот гнездо, вот это классно. Или что-то в этом роде. Потому что кроме просто дом, стены там, то все, это как-то дом Ну, вот. Хорошо, да. То есть, вот. Но тут у меня сомнения, потому что, в принципе, разделение труда, в котором мы реально живем, позволяет иметь дома, не умея его строить. и умение строить этот дом лет 200 тому назад было очень важно. А сейчас так себе. По-моему. Я бы, наверное, сказала, не прям физически строить дом, а, ну, не знаю, узнать, а что есть вообще. Нет, вот эти слова повторите чуть-чуть подальше от микрофона, а то очень вы заглушаете, я не могу разобрать слова. Я имел в виду не прям строительство вручную дома, а узнать, какие есть технологии на данный момент, какие варианты, которых можно выбрать, где это можно заказать, это стоит. Ага, ну, вот понятно, то есть это фактически, можно сказать, заказчик, как быть заказчиком, да? Ну, да. Чтобы выдать техническое задание, правда? Если человек может выдать техническое задание, там уже второй вопрос, будет он своими руками делать или наймет, понятно, да? Но, поскольку он выдал техническое задание, он контролирует, что выдал, должно быть сделано, правда? То, что он вписал в техническое задание, должно быть осуществлено. А раз он его делает, техническое задание, сам делал, он поймет, как контролировать, оно есть или нет. Кому-то нужен умный дом, кому-то еще что-то нужно, печка русская обязательно. Вот еще у меня есть мысль по предмету. Здесь же такая тема профориентации. Да. Я знаю одно самоопределение, да? Ну, ладно. Команду, которая рассматривает это не как конкретно поиск профессии, а именно представление образа жизни. Да, и я также делал. Ну, включая не только профессию, а и вообще может профессию даже она и не видна на первых парах, но я представляю, как я хочу жить. Вот, а уже этому я смотрю, а какие профессии здесь подходят. О, да, значит, это вы ставите задачу глобально, очень, так сказать, широко, реально практически никто не может сказать, какой стиль жизни он хочет, никогда не может, даже взрослый человек. Вот, это я по практике говорю. а я ставлю задачу немножко более инженерным. Я говорю, понимаете, какая штука, для того, чтобы решить эту задачу, чтобы вам комфортно работалось, достаточно вы зарабатывали, и все было хорошо, нужно делать две вещи. Исследовать мир профессий и исследовать себя, как человека пригодного к той или иной профессии. вот вам нужно быть исследователем в двух вещах. В мире профессии и внутри себя. Вот и все. Давайте этим займемся. Начать, конечно, исследовать с внешнего мира. А этот второй мир мы будем исследовать по ходу дела. Понятно, да? Вот. Вот. И, кстати, у меня сейчас такая мысль мелькнула, что вы можете вот это, которое я сказал, взять и сузить спектр. Кстати, это очень рыночная вещь. Вот. Вашу группу сказать, а мы занимаемся профсамоопределением. И все, остальное сейчас обрезаем. Все шатания заканчиваем. Туда шалтай-болтай, да? Вот этим занимаемся. И говорите Васянину, давайте мне рекламу. Возрастной цель вот такой-то, со старки-то до старки-то, а я вам могу сказать, со скольки до скольки. Раньше, чем восьмой класс, бесполезно. То есть вот конец седьмого класса, это сколько? Семь плюс шесть, тринадцать лет. Фактически это точно освободается у вертата. В отдельных исключительных случаях на год раньше можно. Но это очень редко такие индивиды встречаются. Это от семьи зависит, от мамы, от всего. Вот такой возраст. И дальше открытый конец. То есть к нам приходите в любом возрасте, мы вам поможем самоопределиться. Хоть вам сорок лет, хоть шестьдесят, хоть сколько. Вот. такую группу я бы предложил Вася делать рекламу, и у вас будут уже клиенты, а вы будете конкретно фокусировать уже себя для работы. Как вам такое предложение? Интересно. Это актуально и для взрослых людей самоопределение, которое конечно. Я даже пробовала немножко это направление. Вот стало интересно, если на парном взаимодействии это, как это может выглядеть? Я расскажу, я же вам уже рассказывал, как я делаю профсамоопределение, или не рассказываю, я не помню. Нет, я же этим занимаюсь сорок лет уже. Я начал конечно с проф ориентации. Когда мои дети стали подрастать, восьмой, девятый класс, я задумался над этим, как папа. У меня дочка тогда была и сын. вот. Да. И я пошел там в центр, там стал интересоваться, уже был центр такой, у нас при каком-то ПТУ там было чего-то, специального центра такого, как сейчас, нету, не было. Ну, какой-то один инициативный человек там что-то занимался, я там стал интересоваться, все это, вот. И я быстро понял, что профориентация это все профанация. Я прочитал много книжек, есть такой основоположник этого дела, Климов его фамилия. Вот. Там сколько-то, пять видов таких больших секторов по профессиям. Он вообще не решает эту задачу. Проф, центр, профориентация, профсам, профориентация это тоже, только деньги и больше ничего. и делание вида, что мы приносим пользу. Вот. Я был в Ленинграде и две недели у меня было свободного времени, и я там ходил от человека к человеку и у каждого спрашивал, а вот кто в этом деле специалист, скажите мне его. И все из него вынимал, он меня называл еще одного, я шел к нему, и вот так, и остальное время, когда я к ним не встречался, я сидел в Шедеринской библиотеке и читал по этому вопросу литературу. Вот две недели такой работы. И где-то уже к концу этих двух недель я наткнулся на Соколова, который оказался не в этом деле специалист, а в парном обучении, и он меня посвятил по парному обучению. Но среди прочего я нашел Гаврилова, всесоюзный институт профтех образования, всесоюзный, НИИ такой был в Гаврилове. Этот Гаврилов, он пошел своим путем и защитил кандидатскую диссертацию на это. И вам я вам сейчас скажу новость. Он выяснил, что мир профессий, как Васягин говорит, 10 тысяч профессий, это невозможно еще там определить и узнать и изучить. Вдобавок еще сейчас динамика очень большая, а можно убрать кошку из кадра, потому что очень отвлекает. Чтобы в кадре ее хотя бы было. Значит, вот, если бы она смирненько сидела, ну, хорошо, а если она все время туда-сюда мелькает, это плохо. вот, и этот Гаврилов вот сказал, что, а я понял, что все профессии состоят из очень конечного числа модулей, потому что так же, как и свойства человека, в это конечное число модулей укладывается. Вот. И он создал два алгоритма, как эти модули выделять в профессии, один алгоритм, а второй алгоритм, как эти модули проверять наличие их у человека. И все, три десятка модулей, все это пространство покрывает. Понятно, да? Вот какой я специалист, потому что я это все знаю, модули эти у меня есть, шкаку лежат, да? Да? Вот. Вот. Это ценно. О, это еще как ценно. Дело в том, что официальным профориентацией они слыхом не слыхали об этом. Понимаете? Советский Союз рухнул, вот, и все исчезло, и институт этот уже не существует и так далее. Вот. Ну, вот. Поэтому, вот, этого ничего нет в культуре, оно исчезло с человеком. Да. Ну, вот. Так вот, мы можем этот модульный подход, конечно, использовать, безусловно. недавно я для кого-то сканировал эти страницы, там брошюрочки тоненькие, тоненькие, там по 10 страниц каждой всего, и еще не все надо, там информация, там таблички, где алгоритмы, как эти модули выделять, и все. Каждый модуль состоит из двух, трех, максимум четырех компонентов. Понятно? А вот этих компонентов, их всего там, ну, 20 штук, и комбинируя их, можно создать несколько десятков модулей, понятно? Вот и все, что открыл, говорила. А дальше очень просто, если у тебя эти компоненты есть, легко найти модули, которые тебе подходят. И наложите модули на профессию, и все. и там как раз в целом понятно, в целом понятно, но в какой-то конкретном, не в этот раз, сейчас уже нужно завершаться. Да, вот. Ну, короче, мои 40 лет, когда я это все практикую, я, конечно, вам подарю все, что я наработал, да, и вы сможете этими инструментами прямо с первого дня людей включать работу по исследованию мира профессии и себя. И все, вот смотрите, программа, предмет определен, так сказать, инструменты есть, и все, вперед, работать. Да, и это очень, как я уже сказал, затребованный, полезный очень людям, вечно. Да, да, это последовало. Ну, мои, они, конечно, человека очень сильно стимулируют, я бы так сказал. Вот, стимулируют. Я предлагаю, может быть, как-то встречу прям конкретно по этому направлению. Значит, как только вы договоритесь с Василием о рекламе, реклама же, она не мгновенно дает клиентов, Значит, я ставлю Вам, я Вам даю домашнее задание, к вам, которые надо выполнить, прежде чем мы с Вами на эту тему будем отдельно разговаривать. там я готов разговаривать не один раз, а много раз, вот, по мере необходимости там. Вот. Соответственно, домашнее задание такое, написать Вашим доступным Вам людям сообщение, что в четверг у Вас вот такая тема, и начать эту, готовить тему. То есть, чтобы они пришли в четверг уже заниматься этим вопросом. А Васянин, соответственно, на этот текст уже дать и сказать, Васянин, вот тебе исходный пункт, включай в лицей, в народный лицей и в рекламную кампанию. И сейчас самый подходящий момент, Александр Викторович, конечно, очень будет рад такого четкой постановки задачи. Все. Как только выполните домашнее задание, обращайтесь, договоримся, и я начну вам. Или как, мы лучше с вами вместе будем выяснять ваши шаги, прояснять их на первом занятии и все. Что вам делать с ними на первом занятии. У меня большой очень опыт. Так что да, и в больших массах, даже в классах все это проходило. И проводил даже не я, я учил того, кто проводил, а человек проводил. И я знаю обратную связь, что получилось, что не получилось. Вот. Так что вот. Ура из песни. Спасибо, Глара Медхатовна, за рассказ о лагере. Вот. На следующий год вы себя из организаторов лагеря вы исключаете полностью. Говорите, уходите в лагерь, делайте, я приду в гости. Это было мое напутствие такое. Правильное пожизнение. Вот. Хватит уже это, тянуть все этот воз. Вот. Нехороший подход. Вот. В гости, да, а делать они. Кто угодно. но не угодно. У вас другая задача. Беречь себя. Ура. Прощаемся. Да. Всего доброго. До свидания. Прощаемся. Спасибо. Редактор субтитров